Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Идем Анна Петровна, здравствуйте Здравствуйте А не знаете, чья это такая машина роскошная стоит? Ой, лучше бы мне этого не знать То есть? Это авто Дмитрия Ворошилова Отца, ну если можно, конечно, так выразиться Андрюше Вы бы видели, что он тут устроил Ну-ка, ну-ка, с этого места поподробней Ну что поподробней? Он пришел, хотел к Наташе пройти Я, ясное дело, хотела не пустить его А он давай угрожать Взорву, говорит, ваше общежитие Ну на это, я думаю, он не способен Я не знаю, на что он там способен Только это мажоры Им море по колено У них деньги, у них власть Что хочешь, можно ожидать Да А сейчас другим У Наташи Разговаривает Ты посмотри, какой большой, а Не притрагайся к моему сыну Ты посмотри Ты посмотри Ну, тихо, тихо, тихо Как две капли воды на меня похож Учишь, а? О-о-о 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 И на старых фотографиях У меня щеки такие же И нос тоже Да? Красавец Положи ребенка в кровать Он испугается чужого человека Я не чужой человек Да? Не чужой? Ладно, ладно, ладно. Все, все, все. Ложись. Это все или ты еще что-то хотела от бедной уборщицы? Слушай, ну зачем это так, Наташа? Я понимаю, что тебе плохо. Я специально пришел, чтобы помочь. Смотрите, как благородно. Сам Дмитрий Ворошилов пришел нам помочь. Слушай, прекрати, а. Ты сколько угодно можешь меня ненавидеть, но ты не можешь мне запретить общаться с собственным сыном. Тсс, тихо, тихо. Вот, читай. Чего это? Это свидетельство о рождении Андрюши. Посмотри, что стоит в графе отец. Прочерк, Дин. Так что у этого ребенка нет отца. Знай это и смирись. Наташа, слушай, я знаю. Я знаю, что я поступил очень подло. Я знаю, ты одна рожала этого ребенка, ты воспитывала его одна, но я могу помочь. Я очень тебя люблю, Наташа. Слышишь? Я очень тебя люблю. Привет. Привет. Слушай, он ведет себя со мной, как будто я полная дура. И об меня можно ноги вытирать. Ирочка, ты преувеличиваешь. Это я преувеличиваю? Да он мне не звонит сутками. Встречи со мной избегает. Слушай, может он ненормальный, а? В смысле? Да псих, шизофреник. Как может мужчина в своем уме отказывается от такой девушки, как я? Успокойся. Ты что-то знаешь. Ира, боюсь, это тебе не понравится. Да говори же уже. Тот, кто любит, не поступает так, как ты. Ты изменилась. Учителя хорошие были. Верей не стала. Только не думай, что я как раньше расстаю твоих комплиментов. Нет, я так и не думаю. Комната красивая. Уютно. Со вкусом. Книг вон сколько. Травматология. Ливанова. Читаешь. И что, все понимаешь? Представляешь, да. Я хоть и уборщица, но не такая глупая, как ты думаешь. А я так и не думаю. Просто книга для третьего курса, вот и все. Андрей Крестили. Крестили. Кто крестные? Рита и Максим. Максим Леонидович? Да. Что-то этот Дима там, мне кажется, подзадержался. И разговор у них как-то затянулся. Вам не кажется? Да уж, не говорите. Максим Леонидович, может, пойдем посмотрим, что у них там? Думаю, не стоит. Да, не стоит. Ну, ладно. Ну, как это не стоит? А вдруг ей сейчас там помощь нужна? От него чего угодно можно ожидать от этого Димы. Я пойду. Вот я сейчас пойду. А если вы хотите, тоже пойдемте со мной. Я пошла. Анна Петровна. Послушайте, ну, как бы к Диме мы не относились, он все-таки отец ребенка. Думаю, им есть там что с Наташей обсудить. Так что не стоит мешать. Может, вы и правы. Почему Максим? Максим очень хороший человек. Он всегда помогал и мне, и сыну. Да ну, какое-то странное рвение помогать посторонней девушке, нет? Тебе не понять. Ты даже свою не поддерживала. Она разрешала? Разрешала, когда была твоей. А потом ты сам все испортил. Дима, ты хотел увидеть сына, ты его увидел. Давай на этом попрощаемся. И не приходи сюда больше, это ни к чему. Слушай, Наташа, я так не могу, правда. Ты мне нужна, ты понимаешь? Я хочу твое доверие завоевать, понимаешь? Каким образом? Это очень просто. Правда. Я буду хорошим отцом, я буду тебя поддерживать. Ты не справишься одна. Я ведь как-то все это время справлялась. Да ты угробишь и себя, и меня, ты понимаешь? Бедненький. Девочку надо его менять. Решил на меня снова приключить. Да нет у меня никого. Ну да, рассказывай. Как же с тобой сложно, а? Суть в том, что у Димы был роман. Кто она? Я ее знаю. Какая-то модель. Нет. Уборщица из городской больницы. Что? Ничего себе. Как он мог так низко пасть? Ну, любовь зла. Хотя, я думаю, это не любовь, так интрижка. Мне тут он ненормальный. Связаться с какой-то уборщицей. Ну, ушлая девчонка попалась. Себе на уме. А, ну, брат, брат доверчив. Значит, моя личная жизнь не клеится из-за какого-то чучела. Это бред. Да, в это трудно поверить. Но дело в том, что у них есть ребенок. Что? Выслушай меня. Выслушай меня в последний раз. Я пытался тебя забыть. Я правда пытался тебя забыть. Но я не могу. Я не могу. Слышишь? Ты мне нужна. Ты мне нужна. Мне нужна. Твои губы. Твои щеки. Твои руки. Я их люблю. Слышишь, Наташа? Тихо, Тим. Ты поздно пришел. А я встал. Я встал. Что ты скажешь? Нет. Слушай, позволь мне хотя бы видеть вас чаще. Я хочу чаще видеть сыну. Наташа. Слышишь? Да это только мой. Нужно хотя бы фамилию там своего. Я же не смею об этом думать. Я больше не хочу с тобой говорить. Уходи. Это жестоко, Наташа. Да может быть, но ты это заслужил. Ира, тебе что, плохо? Нет. Голова как-то закружилась. Может, позвать Валентину Степану, она тебе в валерьяночки накапает? Да не надо ее звать. Мне уже лучше. Она, правда, на душе как-то паршива. А ты представь, как нам живется. Мы вообще как на пороховой бочке. Она вас шантажировала? Ну, пока нет. А что будет, если она заявит о своих правах? Если она в суд потащит? Да, будет скандал. Но твой папа не последний человек в городе. Имидж, репутация. Все будет под ударом. Да, учитывая то, что он депутат. Хотя, ты знаешь, папа сам виноват. Ну, и в чем же? Да он избаловал Димку. Димка вырос безответственным. А теперь папа спохватился. Хочет ему приличное образование дать. Ведь он же наследник, его бизнеса, капиталов. А все, поздно, его уже ничем не исправишь. Хочешь, чтоб я ушел и больше не возвращался, да? Да. Наташа, не говори потом, что я бросил тебя и сына. Я слышал, что вы Наташу помогаете. Спасибо вам большое. Наташа, прекрасный человек. Я знаю. Мне очень жаль, что я ее обидел. Да? А вот я сомневаюсь, что вам действительно жаль. Вы ведь относитесь к тем мужчинам, которые пользуются наивностью женщин. А вот мне интересно, как бы вы отнеслись к ситуации, если бы какой-нибудь подонок вроде вас точно так же поступил бы с вашей сестрой? Стояла Василиса. Девочки, смотрите, какой красавчик. А машина какая крутая. К Наташке Бондарчук приходил. Да, она не теряется, мужики вокруг нее только вьются, один другого лучше. Извините. Строго вы с ним, Анна Петровна. Ничего. Пусть в следующий раз думает, что надо делать и как делать. А что мы с вами стоим? Надо идти к Наташе и выяснить все, узнать. Так, Анна Петровна, давайте с вами сразу договоримся. Пока Наташа сама не попросит, не надо вот этих ни разговоров, ни советов. Все-таки это личное. Прихотел отец Андрюш. Что хотел? Начать все сначала. А ты что сказала? Нет. Он не хочет на мне жениться. Ему нужно, чтобы я стала его любовницей и содержанкой. Так удобнее. А если он не богатый, это не значит, что меня можно купить на рынке как товар. Чем я заслужила такое отношение? Ничем, мама. Ничем. Вообще не заслужила. Ничем, честное слово. А этот Дима, он ни одной твоей слезинки не стоит. Понимаешь? Господи, Господи, ну что ж за разная эта любовь такая? Это просто красивое слово, которое я больше никогда никому не скажу. Все, хватит. И правильно. Правильно. Не надо доверять этим мужикам. Никому. Болит? Нет. А вот так? Так немного болит. А онемея покалывания присутствует? Нет. Нет. То, что болит, это нормально, потому что у вас даже трех дней нет, как сняли вам гипс. Ясно. А когда же полностью пройдет? Ну, полностью. Полностью недели через две-три. У вас организм должен восстановиться. Понимаете? У вас еще какие-то есть жалобы, да? Жалоб нет, но есть одно замечание. Да? Ну? Да. Доктор, у вас такие нежные руки. Можно я к вам еще как-нибудь зайду? Ну, если у вас будут жалобы, то, конечно, приходите. Но я особых проблем не вижу. Ну, разве что для профилактики можете зайти, да. Значит, я вам прописываю массаж обязательно. Лечебной физкультурой займетесь, да, и прогревайте. Обязательно прогревайте. И электрофорез вам тоже не помешает. Но это уже будете ходить к нам. Вот. Будьте здоровы. Спасибо. Жаль, что у нас не все врачи такие. До свидания. До свидания. Будьте здоровы. Борис Тихонович? Вы меня извините, у меня вопрос личного характера. Да, слушаю. Как вам удалось завоевать сердце вашей бывшей супруги? Я, честно говоря, уже и не помню. Так давно было. Хотя нет, помню. Я на нее внимания не обращал. Вообще никакого. Она вот идет, я даже в ее сторону не смотрю. Да. Здравствуйте, Борис Тихонович. Здравствуйте. Вы так тихо зашли, Борис Тихонович. Я... Давно вас не было, кстати, видно. Это кто ж так смеситель-то устанавливает, а? Ну, тут... Одно неосторожное движение, это ж до потолка. Я вам всех покажу, Кузькину мать. Покажешь, покажешь. Тяжелый, Борова. Молчать! Я вам... Это неуважение. Я не позволю. Я всех скручу, бараний рог. Здравствуйте, уважаемые пациентки. Добрый день. Добрый день. Здравствуйте. Ну что ж... Начнем обход. Запомните, главная составляющая профессии врача это работа с пациентом. Настоящий врач должен найти индивидуальный подход к каждому человеку. Понять, выслушать, расположить пациента к себе ваша профессиональная обязанность. Софья Сергеевна. Я. Это я. Да. Как вы себя чувствуете? Средненько, доктор. Средненько. Спина болит. Так. Спина. А в ноги не отдает? Правая нога совсем не имеет. Ага. А в ушах такой шум, что и спаса нет. Угу. Ну, с вашими симптомами примерно ясно. Мне сейчас нужно будет записать ваш рост и вес. А зачем это, доктор? Это просто формальность для анкеты. Может, в будущем пригодится. Неужели, доктор, все у меня так плохо? Да нет, вы что? Вы меня неправильно поняли. Это просто для... Убью! Молодой человек, успокойтесь. Простите, я на секунду. Господи. Господи. Тихо. Не подходи! Тихо. Убью! Молодой человек, успокойтесь. Вы, доктор, нужно осмотреть вас просто. Тихо, 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 тихо. Это не уважение! Да. Я не допущу, чтобы вы меня осматривали! Это произвол! Это насилие на собственную личность! Да. Да. Тихо, 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 тихо. Нет, вы не переживайте. Вас просто осмотрят... Да пошла ты! Ну, Сашка, молодец. Мария Кузьминична. Ну, как вы? Мария Кузьминична. Ну, бывало и получше. Ну, ничего, ничего, ничего. Разберемся. Где я? В больнице. В травматологии. Вы поступили к нам с переломом ребер. Ну, и травмой челюсти. Черт, я не понял. Что со мной было? Мы подобрали вас пьяным на улице. Натворил же ты дело! Вот жалко же тебе дурака! Каких делов? Это тебе уже в прокуратуре расскажут. В общем, это пьяный мужик. Под белочкой начинает орать. Это неуважение! О, спасибо. Я не потерплю, чтобы меня осматривали! Димон, ты вообще меня слушаешь, нет? Да, да. Интересный случай, да. Ну, да. Слушай, Санек, она же такая стала, понимаешь, Наташка. Она красивее стала. И сын красавец. Опять в нее улюбился, что ли? Ну, скажем так, я понял, что потерял. А вот это верно. Хорошо, что понял. Только суть это не меняет. Чего это не меняет-то? Наташку я люблю. Хочу, чтобы сын мою фамилию носил. Ну, так женись на ней. Давай еще выпьем. Наливай давай. Женись на ней. Как я на ней женюсь, то она ведь меня не хочет. Женись на ней. Сегодня не хочет, завтра захочет. Главное, чтобы ты был заботливый. Допустим. Ай, отец. Он же убьет нас. Ладно, что мы все это о плохом-то? Давай. Давай за Андрюху выпьем. Это моя копия. Серьезно. Давай. Давай. В этом случае мы проводим эндоскопию брюшной полости, как показано на рисунке, и тем самым ликвидируем проблемы в корне. Так просто? Мне почему-то казалось это сложнее. Хирургия. Если разобраться на такая уж сложная наука, нужно просто понимать, где и как резать. Жаль, что некоторые жизненные проблемы нельзя так просто чик и вырезать. Это вы сейчас в вашей ситуации с Дмитрием? Максим, я обещаю, что он больше сюда не придет. Наташ, ну да, вы не должны мне ничего обещать. Да это я не вам. Это я себе обещаю. Больше не хочу его никогда видеть. Подождите, может, не стоит так торопиться с выводами? Время все расставит на свои места. А по-моему же, мне кажется, что вы его до сих пор любите. Да я его не люблю. Я не понимаю, почему мне никто не верит. Ну, потому что в вас говорит обида, это видно. Ну да, обида есть и что. А при чем здесь любовь? Ну, если предположим, Дмитрий сейчас искренне раскаивается. Я не верю в его искренней раскаивание. Он не может, он на такое не способен. Я так понимаю, он хочет дать свою фамилию Андрею? Мало ли чего он хочет. А вы против? Конечно. Боитесь, что он отнимет ребенка? Да, Максим, я боюсь. Вы просто не знаете эту семью. Вы не знаете семью Ворошиловых. Они богаты, они очень влиятельны. И они могут вот как раз такие. Им ничего не стоит, чтобы сломать чужую жизнь. А вы, Наташа, оказывается, эгоистка. Это еще почему это ей эгоистка? Ну, подумайте сами. Ведь Андрей, когда вырастет, сможет упрекнуть вас в том, что вы лишили его отца. Ну, и к тому же наследство. Нам от Ворошиловых ничего не надо. Мой сын ни в чем не будет нуждаться. Ясно? А до их наследства, да как до лампочки. Вот, послушайте, вы всегда говорите, мы, мой сын. Но Андрей не ваша собственность. И может быть не стоит принимать все решения за него? Знаете что, Максим, спасибо, что уделили мне внимание. Спасибо. Ну, ребят, вы даете. Добрый вечер себе. Что это такое? Ну, посидели немного. Да что это? Ну, я вижу, как вы посидели. Особенно ты. Хорошо, что папа не видит. Арист. Хорошо. Папа. Папа! Тссс. Да. Папа, он же, он же, понимаешь, уважаемый человек. Ну, уже нельзя расстраивать. Хорошо, что ты это понимаешь. Слушай, а чего ты не пойдешь, чтобы мне этот институт не поступишь, а? Утром поговорим. Ну, правда. Ты бы поступила в институт, ты бы закончила, ты бы врачом стала. Папа же хочет, чтобы в доме врач был. Понимаешь? Валентина Степановна, проводите Диму к нему в комнату. Диночка, идем. Диме надо поспать. Пошли, пошли. Надо поспать. Сейчас, сейчас, сейчас. Ну, идем. Попрощаться. Попрощаться. Пошли, пошли. Вот молодец. Идем, идем. Чай, кофе. Чай. Пойдем на террасу. Давай, давай, давай. Так же нельзя. Пойдем на террасу. Пошли, идем. Все, что говорят, делать. Давай. Тебе рубашечку. Вот. И вот вы говорите, рубашку снимать. Я снимаю рубашку. Молодец. И скажете, спать ли я сейчас спать лягу. Безвольная потому что. Ничего. Ну, тихо. Все наладится. Ну, знаете, как сам себе противен иногда. Все наладится. Ты меня прости, Наташа, ладно? Я Андрюша пусть тоже простит. Саша, ну, давай рассказывай, какая муха укусила моего брата. Да так, любовные похождения. А поконкретней? Лариса. Саша, Дима мой брат, и его проблемы, это мои проблемы тоже. В общем, он сегодня виделся с Наташей и с сыном. И видишь, к чему это привело. Все, я больше не хочу слышать про эту уборщицу. Саша, привет. Здравствуйте, Семен Кузьмич. Я, кажется, слышал голос Димы. Где он? А он пошел спать. Видимо, устал за сегодня. Угу. Угу. А чай будете? Спасибо, нет. Знаем мы его усталость. Лариса, ты не знаешь, что происходит с твоим братом? Мне звонили из института. Димка опять пропускает занятия. Пап, а у меня для тебя новость. Дима сегодня встречался с Наташей. Ну и что? А тебе мало? Его шашни с этой уборщицей сейчас меня меньше всего интересуют. А, вот как? А что тебя вообще интересует? Мне важно, чтобы он окончил институт, стал врачом и перестал позорить семью. Ну давай, Борец, рассказывай, как так получилось, что наш пациент после лечения вместо двух травм получил три. Максим Ильич, я не хотел. Ну, как-то машинально получилось. А подробнее? Да, в общем-то, и рассказывать нечего. Пациент буйным оказался, под белочкой. Начал руки распускать. Вон, Марию Кузьминичну ударил. А успокоить не пробовали словесно? Ну, естественно, только на него никакие уговоры не действовали. Пришлось пациенту расширить диагноз до черепно-мозговой. Максим Леонидович, я понимаю, что я виноват. Я готов понести наказание. Но прошу учесть смягчащие обстоятельства. Саша, ну что ты такое говоришь? Ну что? Да на твоем месте любой мужик поступил бы так же. Ну, я же врач будущий. Тем более, заповедь врача никто не отменял. Какая? Главное, индивидуальный... Подход к пациенту. Ну вот, раз так, давай-ка пойдем сделаем обход. И начнем с твоего знакомого. Держи. Добрый день. Чего ты стоишь? Орабел, как на первом свидании. Здравствуйте. Вы меня помните? Вы из прокуратуры? Я врач. Осматривал вас, когда вы поступили к нам в отделение. Нет, не помню. Ну, тогда давайте знакомиться. Алло, алло, да-да, алло. Дим, привет. Я так соскучилась. Может быть, увидимся, а? Нам есть о чем поговорить. Да, слушай, давай только не сегодня, ладно? Почему? Ты что, не хочешь меня видеть? Нет, нет, я хочу тебя видеть. Просто я вчера это, напился. И, в общем, я плохо себя чувствую. У меня голова болит. Ладно, все, извини. Похмелье, Ир, пока. Господи, дай спокойно умереть, а? Еще чего. Ты не умрешь, пока не станешь врачом. Ну, понятно, вы же с папой мне не дадите этого. Ну, конечно. Потому что мы тебя любим. Все, ну, ладно, все, иди, иди. Ну, спокойно, ну, пожалуйста, оставь в покое меня, ну. Я-то тебя оставлю в покое, а вот папы нет. Ты опять занятия прогуливаешь? Кто на тебе рассказал, да? Слушай, что ты вмешиваешься все время в личную жизнь, а? Это некрасиво. Если я не буду вмешиваться, ты таких дров наломаешь. Ну, пожалуйста, ну, иди, голова болит. Ну, пожалуйста. Ладно, ладно, пожалуйста, пожалуйста. Ну, какой же он у нас хорошенький. Ну, кого же похож наш Андрюшка. Какие-то знакомые черты вот я вижу. Что, на Диму похож? Ну, может быть, самую малость. Вот глаза, губки, нос. Нет, нос, может быть, похож. Но глаза и губы мои. Да, твои. Только твои. Наташа, а мне тут сказали, что Дима приходил. Да? Да. И что хотел быть опять с тобой вместе, а ты ему отказала. Да это правда? Правда. А он еще придет? Вряд ли. Я думаю, он понял, что нет смысла. А ты не пожалеешь? Ну, ты же можешь его так потерять. Тоже мне потери. Дима, все равно она мне никогда не женится. Разве это может быть, чтобы представитель семьи Ворошиловых привел в дом какую-то уборщицу? Нет, Рит. Я никогда не стану им ровным. Наташа, ну а что, если он страдает на самом деле не меньше, чем ты? Ну, из-за того, что его семья не дает ему на тебе жениться. Страдает. Страдает. Дима, это для него вся жизнь праздник. Какие страдания? А если он изменился? А это не важно. Я изменилась. Я не такая наивная теперь. Слушай, а ты к чему все это клонишь? Да к тому, что ты все еще его любишь? Так вы что, все сговорились, что ли? Я его ненавижу. Я вообще мечтаю, чтобы он нашел в себе девушку, женился на ней и вообще забыл, как меня зовут. Ну, ты посмотри, как ты переживаешь. Так еще одно слово, и мы с тобой поссоримся, Рита. Все, все. 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 Иду, иду. Привет. Привет. О, а что это? Рассол. Творит чудеса. Сейчас мы Димку живо на ноги поставим. Делай, что хочешь, только вытолкай его на занятия. Сейчас тебе станет лучше, мой милый. Это особый рассол. У нас в ресторане стоит целую кучу денег. А тебе достался абсолютно бесплатно. Причем с доставкой на дом. Ну как? Жизнь налаживается? Да, правда помогает. Да. И вся твоя благодарность. Ты еще хочешь, чтобы я сказал, что я тебя люблю, что ли, Ир? Ну, я бы не отказалась. Но ты мне это уже говорил. В смысле? Что-то я не припомню. Ничего. Зато я хорошо помню. Но ничего, мы сегодня можем обойтись без слов о любви. Я прекрасно знаю, что ты ко мне что-то чувствуешь. Слушай, Ир, я раздерял все чувства где-то. Лариса, доброе утро. Доброе утро. Брата видела? Угу. Надеюсь, он поехал на занятия? Пап, боюсь, ему сейчас не до этого. Не понял. Но ты же сам говорил, что тебе все равно, встречается он с этой уборщицей или нет. Так, не говори загадками, при чем здесь уборщица? При том, что она дурно на него влияет. Вот он вчера с ней встречался, а после этого надрался и еле приполз домой. Так, он у себя? У себя. Хлещет чудодейственный рассол, который Ирина привезла из ресторана. Борется с похмельем. Ну, сейчас я тебе устрою похмелье. Я этот рассол ему на голову вылью. Я ему банку на башке его дурной разобью. Ой, Димочка, да я тебя прекрасно понимаю. Каждому мужчине иногда нужно разгрузить свою психику. Да. Сбросить ответственность за все. Чувствовать себя наконец-таки свободной. Да нет, я бы вообще уехал куда-нибудь. Только куда уехать? Сейчас я тебе скажу, куда тебе... Здравствуйте, Семен Кузьмич. Куда тебе уехать? Здрасте. Здравствуй, Ирочка. Извини, пожалуйста, мне вот с этим надо поговорить. Оставь нас, пожалуйста. Да, конечно. Я тебя там подожду. Слушай, пап, если ты насчет института, не волнуйся, ладно? Ах ты, голтус! Не волнуйся! Не волнуйся! Три дня в институте не был! Там весь на ушах стоит деканат. Мне оттуда весь день звонят, а он, не волнуйся! Ну ладно, что ты так нервничаешь-то? Три дня всего. А того я так нервничаю, что из-за тебя, второгодника, я уважаемых людей просил. Можно сказать, на коленях стоял. Слово им давал. И все ради чего? Ради чего? Чтобы ты, чтобы ты меня опять дураком выставлял, да? Чтобы все знали, что Семен Ворошилов своему слову не хозяин. Сколько можно было всесюкаться с тобой, объяснять тебе? Все, без толку, как об стенку, горох. Все. Теперь я тебя... Я тебя в такие ежовые рукавицы. Ты у меня, ты у меня узнаешь, что такое настоящая суровая дисциплина. Куда? Куда я сказал? Понять! Слушай, у них всегда так? Не обращай внимания, просто папа не самый терпеливый человек, а Дима не самый послушный сын. Вот и нашла коса на камень. Да, я заметила. Димка сам виноват. Но вот он только начал новую жизнь, наладил учебу. Вот тебе, пожалуйста, сорвался, дурачок. Слушай, а может они покричат, поругаются, да и успокоятся. И будет тишь да благодать, как в итальянских семьях. Так оно и будет, пока Димка опять что-нибудь не выкинет. Господи, как же надоело это все, одно и то же. Папа себя изводит, нервы тратит, а этому все равно. Как с гуся вода, вот ничем его не проймешь. Ладно, пойдем в дом. Пойдем. Аня, что-то случилось? Случилось не то слово. Тут у нас и бразильский сериал, и американский боевик. Все было. Анька, ну не тяни, ну рассказывай, а? Отгадай, кто к нам в общежитие приезжал. Ну? Дмитрий. Да ты что? Приехал, стал скандалить. И говорит, если вы меня не впустите, я взорву ваше общежитие. Да ну ладно. А это что получается, мальчик решил в террориста поиграть? Хуже, Вика. Хуже. В обезьянку с гранатой. Достает, значит, коробку из своего автомобиля и говорит, это, мол, динамит. Да ты что? И если вы сейчас меня не впустите, я сам себя взорву, и всех вас тут к чертовой бабушке, так сказал. Ну а ты что? А что я? Я же не могу рисковать людьми. Мне пришлось впустить. Анька, ты это так правильно сделала. Люди же все, конечно. Ну, а дальше что? А дальше вообще. Пошел он к Наташе. Кричал так, что мне кажется в соседнем районе все слышали. Упал на колени. Молил. Говорит, Наташа, прости, говорит, меня. Прости. Если не простишь, говорит, утоплюсь пойду. Анька, ну врет же подбец. Ну врет же, врет. Конечно врет, я понимаю. Но как складно врет. Боже. А Наташка бедная. Она столько натерпелась от него. Жалко ее. Прям вот жалко. А что поделаешь? Какие индийские страсти кипят просто. И главное, у нас под носом. Помяни мое слово. То ли еще будет, я еще съем. На здоровье. Нет. С этим надо что-то делать. Я отбираю твою машину. Будешь пешком ходить. А я буду подавать тебе деньги на завтра, как школьнику. Я понял, пап. Ира, ты на машине? Да. Подвезешь меня? Да не вопрос. А ну-ка, стой. Стой, я сказал. Ты куда? Туда, где раки зимуют. Ты как ты? Ты куда? Ты куда? Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok